Министр обороны Артис Пабрикс прокомментировал возможность закупки Латвии вакцины спутник ВС российского происхождения. Если эта вакцина будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств и если у Латвии будет потребность в дополнительных дозах вакцины, мы рассмотрим этот вопрос в правительстве, как и с любыми вакцинами других производителей, подчеркнул глава Минобороны. Напомним, на прошлой неделе и Даниэль Павлид заявил о том, что в случае, если Европейское агентство лекарственных средств рекомендует одобрить российскую вакцину спутник для использования в Европейском Союзе, возможность ее приобретения и использования в Латвии также будет рассмотрена. В настоящее время наше государство заказало вакцины у семи производителей и ожидается, что с середины года будет доступно большое количество вакцин. Согласно разработанному плану вакцинации, ежедневно в Латвии на этой неделе планируется прививать от COVID-19 не менее 2,5 тысяч человек. Таким образом, к концу недели в стране первую дозу вакцины смогут получить 99 666 латвийцев. Но это только прогнозируемые показатели. Как известно, темпы вакцинации в стране, в частности, Дагуэплса до сих пор оставляют желать лучшего. На 8 марта в Дагуэплсе от COVID-19 привились 1920 долгопылчан. Хочу отметить, что этот процесс только начался, и число желающих привиться увеличивается день от дня. Несомненно, этому способствует и позитивная информация в СМИ о самой вакцине. Спасибо медикам, которые рассказывают об этом и делятся своим позитивным опытом. Ранее, как мы знаем, в публичном пространстве преобладало негативное отношение к вакцинации. С конца февраля к процессу вакцинации подключились и практики семейных врачей. Не все. Пока только около 12 докторатов предлагают эту услугу. И, согласно статистике, неделю обратно на первую прививку от COVID-19 записались 1600 человек. По мнению Минздрава, в борьбе с коронавирусом для выработки общего иммунитета этого недостаточно. На этой неделе Латвия получит очередную поставку вакцин Pfizer, BioNTech и AstraZeneca. Запланировано и поставка 25 200 доз вакцин Moderna. В целом, с 8 марта по 4 апреля Латвия получит 164 448 доз вакцины. За минувшие пятницу и выходные дни в Латвии было констатировано 1111 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались 19 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавирус в стране был выявлен у 90 525 жителей. От коронавируса умерли 1691 латвиец. С начала прошлого года в Дагуэпилсе коронавирус был подтвержден у 7502 горожан. За последние трое суток COVID-19 был констатирован у 78 дагуэпилчан в Дагуэпилском крае. Этот показатель составил 10 инфицированных вирусом человек. В отличие от других самоуправлений Латгалии, наш город пока еще остается свободной территории от британского штамма COVID-19, который на прошлой неделе был выявлен в Гулбанском, Балском и Прельском краях. Тяжело сказать в целом про город, но если мы говорим именно про нашу больницу, то мы пока еще не встречались с новым штаммом этого вируса. Мы мониторим постоянно происходящее в близлежащих административных территориях и не скрою, готовимся к возможному распространению, к той самой третьей волне. Хочется верить, конечно, что это обойдет нашу территорию, но уже видно, что она все ближе, эта инфекция. И правильно вы отметили, вначале она наблюдалась на базе Балви, в пятницу она уже дошла до апрелей, и поэтому сейчас, возможно, это уже где-то возле Краславы, поэтому скоро, в ближайшем времени, возможно, будем мы. Поэтому это один из еще один моментов, когда самое важное сейчас обратить внимание на соблюдение каких-то определенных правил и предостеречь себя, потому что как в вечном бурбале мы находиться в таком мыльном пузыре мы не сможем, и в определенный момент в инфекции до нас дойдет, конечно. Как отмечают медики, симптоматика британского штамма с уже знакомым нам COVID-19 схожа, за исключением нескольких отличий. Новый штамм вируса более заразен и агрессивен, а это значит, что заболевание проходит более тяжело. До конца февраля у нас уменьшилось вдвое привычное количество пациентов, одновременно находящихся в стационаре. Если ранее это было 130-140, то потом это было около 70 и менее пациентов. И в течение марта вот уже ежедневно плюс один, плюс два накапливается количество пациентов. Без третьей волны нового штамма мы потихоньку возвращаемся к старым объемам. Ну и впереди, возможно, еще такая проблема именно с дополнительным ментативным потоком, связанным со вторым штаммом. Как человек, скажу, что есть оптимизм, хочется верить лучше, а как руководитель, понятно, что нам готовиться надо к всевозможным вариантам, чтобы быть готовыми к всевозможным поворотам. На утро 8 марта в Дагубовской региональной больнице на лечении находились 82 пациента ковидника в возрасте от 40 до 96 лет. Состояние восьми оценивается как тяжелое. За прошедшие выходные в региональный стационар поступил 21 новый пациент с подтвержденным диагнозом ковид. Выписались 14, скончались трое. На портале общественных инициатив manasbals.lv начат сбор подписей за сохранение статуса Дагубовского и Лепайского университетов. И если по данной инициативе подпишется 10 тысяч человек, то она будет передана на рассмотрение в парламент. По мнению авторов инициативы, новая реформа высшего образования, подготовленная Министерством образования и поддержанная во втором чтении большинством депутатов парламента, это дискриминационное отношение к развитию высшего образования и науки в Курзамо и Латгалии, которая будет способствовать еще большему оттоку молодежи в Ригу. Авторы инициативы выступают за отмену количественного критериев 4000 студентов, которые реально ни один из региональных вузов, находящихся далеко от Риги, в том числе и Дагубовский университет, выполнить не в состоянии. Ранее самоуправление Дагубовского выступило с поддержкой Дагубовского университета и обратилось в парламент с требованием оценить адекватность новой реформы высшего образования с учетом существующих реалий в регионах страны. Несмотря на капризы природы, совсем скоро наступит время, когда на улицах, в парках и скверах сможем наслаждаться красотой и ароматами цветов. Работа над созданием цветочного убранства города не прекращается круглый год. 8 марта состоялась очередная встреча рабочей группы по озеленению, на которой руководство города, художники и коммунальные службы обсудили ряд идей, реализация которых позволит удивить и порадовать жителей и гостей Дагубовского. Основная палитра цветочного убранства в этом году будет состоять из теплых тонов. Клумбы украсят затейливые орнаменты, разработаны интересные решения по использованию символики города. Специалисты работают над тем, чтобы красиво и уютно было не только в центре, но и во всех остальных микрорайонах. Знакомые и полюбившиеся всем объекты будут дополнены необычными композициями и растениями. В центральном парке будут посажены сакуры и растет река Алили. Сквер у собора Святого Петра в Веригах окутают дивные ароматы лаванды и роз. А на Испланаде раскинется яркое поле луговых цветов и будут построены гостиницы для насекомых. Можно будет и подойти к этим композициям, к этим домикам, можно будет поинтересоваться, что же там находится внутри. И можно будет по этому лугу тоже аккуратно и ходить, ну так, как и по полю, если мы выезжаем за город. Вот это будет новая композиция, которую приняли и одобрили те люди, которые работают у нас в рабочей группе по озеленению города. Еще хочу обратить внимание горожан, что в центральном парке нас тоже ожидает новая интересная композиция, так как в центральной части парка высажены саженцы сакуры, и или в этом году, или следующей весной они уже обязательно зацветут. Большое внимание уделяется излюбленным горожанам и местам для отдыха и прогулок. Новые цветочные композиции появятся на пременаде в стропах. Также ищут наиболее интересные варианты украшения пременады по улице Бругю и благоустройство берега Даугау 6-й средней школы. Одна из главных задач для художников на данный момент – разработка обновленного образа площади Вен-Ибас, чтобы сделать ее не только главным местом проведения больших городских мероприятий, но и привлекательным, интересным и функциональным местом для прогулок и отдыха, которое могло бы стать новой визитной карточкой Даугапилса. Оцениваются различные разработки специалистов, однако конструктивные идеи жителей о том, что они хотели бы видеть на центральной площади города, также обязательно будут приняты во внимание. Безусловно, напротив парка и дома Единца также будут прекрасные новые цветочные композиции, а мы думаем о том, может все-таки оборудовать площадь таким образом, чтобы там можно было посидеть, послушать музыку, порадоваться красивым цветочным композициям. Но вот эта работа еще предстоит нашей рабочей группе. Но тем не менее, я уверена, что город этой весной, летом, осенью будет выглядеть очень зеленым, очень красивым, будет много цветов, и город будет благоухать. И я понимаю, что, наверное, во время пандемии нам всем хочется больше радости, больше приятных эмоций, и вот мы постараемся это сделать. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы. С 8 марта в Даугапилсе начинается общественное обсуждение. Цель – узнать мнение горожан о необходимости строительства новой трамвайной линии на улице Вайнюдес и реконструкции уже существующих трамвайных путей, которые должны соединить микрорайон химиков и старые стропы. Обсуждение продлится до 6 апреля этого года. С проектной документацией можно познакомиться в файе Даугапилской городской думы на сайте городского самоуправления даугапилс.лв в разделе «Публичное общественное обсуждение» или на домашней странице предприятия Даугапилсатексмы. Презентация и обсуждение проекта состоится 19 марта в 17 часов в режиме зум-конференции. Ссылка будет доступна на сайтах муниципального предприятия Даугапилсатексмы и Даугапилской городской думы или же отправлено индивидуально по предварительному запросу, отправленному на электронный адрес info.desatexmo.lv. Свои письменные предложения по проекту жители могут подавать до 6 апреля. В ночь на вторник в Латвии будет малооблачно, ветер утихнет, температура воздуха во многих местах упадет ниже минус 10 градусов, а в некоторых районах страны возможно понижение столбика термометра до минус 20, прогнозируют синоптики. Местами образуется туман и ини, днем облачность усилится, местами в основном на севере-востоке страны ожидается легкий снегопад. В течение дня юго-западный ветер усилится в курзам и поровами до 10-15 метров. Максимальная температура воздуха ожидается от минус 1 до минус 4 градусов по Цельсию и от 0 до плюс 3 градусов на остальной территории Латвии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова